Придунайские озера всегда были богаты рыбой и представляли собой прекрасную базу для рыбного промысла. Однако это не значит, что богатство водоемов неисчерпаемы. Пришла осень и у нас все придунайские водоемы начинаются вселяться с зарыбляемыми видами рыбы. То есть началась пора зарыбления. В данное время мы находимся на озере Кагул. Тут проводят промысел, или РИФ-2012 является предприятием, которое в данное время проводит промысел на озере Кагул. По программе науки, которые утверждены экологами рыбинспекции, они должны зарыблять, то есть внести малька средней навески 25 грамм в пределах 60 тонн. Мы начали это зарыбление. Зарыбление проходит под естественным, усиленным контролем, будем так говорить, органов рыбоохраны, администрации и экологии. Мы думаем, что в зависимости от погоды, в этом году, как и в последующие годы, проведем данную работу отлично, на 100%. Для того, чтобы увидеть, как идет в этом сезоне зарыбление озера Кагул, наша съемочная группа выехала в Болградский район, где функционирует большое прудовое хозяйство, специализирующееся на выращивании сигалетки. Выращиваю и реализую рыбу по всей Украине. Получается, у меня такие мощные организации, как я говорил, РИФ, потом озеро Хаджибей пару лет у меня подряд зарыблялось, потом озеро Сосык зарыблялось у меня, буквально весной зарыблялось, и по идее в этом году осенью еще они должны зарыбляться. Потом озеро Китая зарыблялось, такие мощные озера, где большая производительность, где промышленный лов рыбы, все озера зарыбляются у меня. Общество РИФ-2012 начало зарыбление у фирмы Карп, который возглавляет Каракаш Василий Георгиевич. Мы взяли первую навеску, навеска как бы нормальная, 25 грамм. Мы не один год уже работаем с этой фирмой. Мы как бы довольны, сигалетка очень даже хорошая. То, что касается в дальнейшем, надеюсь, что погодные условия нам позволят зарыбляться, и мы закончим зарыбление как положено. В этом году, в данный момент, мы взяли зарыбок ООО «Придунайская Нива». У них хороший зарыбок, потому что моя машина, моя рыбоводка привозила им зарыбок со Львовского какого-то исследовательский институт. Мы завозили в «Придунайскую Ниву» материнское поголовье. Я поэтому у них в этом году купил, потому что там чистые производители, ну, получается, ну, поняли, что такое чистые. Породистые, породистые производители, без примесей, без, допустим, уже то, что там одичавшее такое. И вот у них, покупаю у них личинку, подращиваем ее здесь у меня в прудах, закачиваем воду. И вот в течение года мы ее выращиваем, кормим, вносим селитру, вносим удобрения. Мы продаем ее так и средняя навеска, на сегодняшний день 25 грамм, пытаемся придерживаться этого, ну, довести 25-30 грамм у нас средняя навеска. Мы зарыбляем толстолобика, карпа, белого амура. Вот, других специй у нас, как бы, по режиму... А, и карась. Положено у нас по режиму зарыбляться 60 тонн. Вот столько мы зарыбляемся. Стараюсь по максимуму вырастить, ну, красивый зарыбок, потому что это мой... Ну, чем красивее я выращу, тем лучше у меня. И вот люди уже обращаются уже пару... Получается, пару лет, что я уже за... Это у нас шестой год, то, что мы вот работаем. За шесть лет я уже видел полный цикл своей рыбы. Получается, что она пришла в пруд маленькая, она выросла и уже там по пять-шесть килограмм толстолоб ловят, как бы. Если люди возвращаются обратно у меня покупать зарыбок, как бы, я думаю, что делаем пока правильно все делаем. За одну ходку машина доставляет из села Виноградовка Болградского района до села Нагорное Ренийского района по две с половиной тонны сигалетки, то есть сто тысяч мальков. В день машина делает по две ходки. Таким образом, за две недели коллектив РИФА-2012 рассчитывает успеть выполнить запланированный объем работ. Предприятие организовано в 2012 году на базе бывшего АКВА предприятия. Наше предприятие занимается тем же, чем занималось предприятие АКВА, ЗАО АКВА. Это главная цель зарыбления и вылов рыбопродукции с нашего озера Кагул. На протяжении 2012 года по настоящее время предприятие занимается как выловом рыбопродукции с нашего озера Кагул, так и зарыблением данного озера. В настоящее время началось зарыбление 2016 года. Оно будет продолжаться на протяжении где-то двух недель. Первые машины уже приехали, вы видели, как оно сбросило сигалетку. А по окончанию, допустим, мы отчитаемся перед общественностью, как оно есть. Зарыбление проводится раз в году, то есть осенью, когда падает температура, и рыбу можно перевезти. Перевезти без аналогичных последствий, которые проводят, чтобы она нормально доехала до водоема. То есть чем ниже чуть-чуть температура, то есть она нормально доезжает, нормально вселяется в водоем, и нормально зимует данный год. Ну вот так. Но если в случае, как были когда-то, что низкий уровень воды, или знаем о том, что мало воды в водоеме, и будет сильная зима, то есть мы иногда с осени перевозим, переносим данные зарыбления или на весну, или на следующий год. А так обычно раз в году. Водоем находится в идеальном состоянии, и плантон в хорошем состоянии, и кормовая база для выращивания рыбопродукции в хорошем состоянии. Реализация рыбы у нас идет по всей Украине. У нас очень серьезные организации скупают рыбу и в Киеве, и по всей Украине. И как бы все довольны, мы стараемся нашу рыбу вытаскивать на берег как живую. РИФ-2012 является одним из лидирующих предприятий по Украине по добыче рыбы. То есть видно то, что данные предприятия зарыбляют, видно то, что она вылавливает рыбу, потому что это в сотни тонн. Для того, чтобы из этого малька выросла рыба промысловых размеров, необходимо несколько лет. Интенсивность ее роста зависит от состояния водоема, кормовой базы и плотности зарыбления. Чем больше плотность, тем рыба медленнее растет. Именно поэтому зарыбление проводится строго по расчетам специалистов. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова